Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Начать хочу с одной немецкой поговорки. Вот немцы часто, когда выгорает какое-то прибыльное дело, и когда они видят какой-то очень такой хороший гешефт, они говорят «Das ist eine Apotheke». Это аптека, настоящая аптека. В том смысле, что это очень выгодный, очень прибыльный бизнес, который, собственно, всегда будет оставаться таким. Беспроигрышный, прибыльный бизнес. Так вот, я хотел сегодня поговорить об этой самой аптеке. Вернее, об аптечном, вернее, о фармацевтическом бизнесе, о фарминдустрии. Потому что, знаете, наблюдая свои собственные потребительские привычки, я замечаю, что трата денег в аптеке, она осуществляется по каким-то совершенно другим законам, чем я трачу деньги, скажем, в супермаркете, покупая еду, покупая еще какие-то предметы, может быть, даже и первой необходимости. Ты гораздо меньше задумываешься о стоимости товаров. Ты гораздо меньше сравниваешь, так сказать, разные конкурентные предложения. Ты гораздо легче расстаешься с собственными деньгами. Потому что здесь на кону, собственно, стоит не какая-то собственная прихоть, а на кону очень часто стоит здоровье или возможность того, что ты чем-то заболеешь, а нужного лекарства под рукой не окажешь, не окажется. Я очень часто ухожу из аптеки, я думаю, как и многие из вас, наши слушатели, ухожу из аптеки, купив гораздо больше, чем то, чем я первоначально заходил. А вот куплю еще там от желудка что-нибудь, от простуды на всякий случай, а вот еще пару пластырей. И в этом смысле это действительно какой-то невероятно выгодный бизнес, но вот очень часто как потребитель я чувствую, что, ну как, накопилось очень много вопросов. Вопросов по, так скажем, этической стороне фарминдустрии и о том, как здесь сочетать бизнес и этику, интересы бизнеса, которые, естественно, тоже должны быть, иначе кто нам будет производить и давать новые лекарства, и интересы его общества с другой стороны. И вот обо всем об этом мы пригласили поговорить. У нас сегодня в гостях Людмила Григорьевна Лапа, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Хадановой. Добрый вечер. Добрый вечер. Давид Мелик-Гусейнов, директор Института социальной экономики. Добрый вечер. Добрый. И Василий Викторович Власов, президент общества доказательной медицины. Добрый вечер. Ну вот, да, попытаемся взять быка за рога. Вообще фарминдустрия, задачи и цели. Это что, прибыль или здоровье? Давайте я, поскольку я вот такую общественную организацию представляю и высшую школу экономики, одновременно, то мне проще давать резкие суждения, да. Вот, конечно же, прибыль, ничего, кроме прибыли, до скачка цен на нефть вверх, там за 100 долларов, приблизительные оценки были такие, что после торговли оружием наркотиками фармацевтический бизнес был самым прибыльным. Вероятно, ситуация не сильно изменилась с той поры. Если же говорить о бизнесе у нас, то он еще более прибыльный и еще более кровавый. То есть, вот во всем мире принято сравнивать бесстыдство, прибыльность и кровавость фармацевтического бизнеса только с военным. Ну да, вот отсюда эта поговорка, да, состояние апотеки, да, настоящая аптека. А почему, в чем такие особенности российского рынка, почему он еще более прибыльный? Потому что у нас не работает масса принципов, которые работают в цивилизованных странах. Например, у нас запрещен параллельный импорт. Поясню, что у нас могут импортировать препараты только их владельцы, грубо говоря. То есть, никакой другой импортер не может дешево завести тот же препарат, и с другой стороны, дешевле его начать продавать. А почему? Изначально, то есть, исключается рыночный принцип? Да, для того, чтобы позволить максимально получать прибыль владельцам бренда, и для того, чтобы, соответственно, получать максимальный откат чиновникам. Ну, то есть, это как бы сговор регулятора с экспортером. С импортером, да. Да, то есть, с импортером. Да, но это касается, конечно, не только фармацевтической индустрии, не только лекарств. Например, вторая особенность. Во многих странах, когда кончается срок патентной защиты какого-нибудь патентованного лекарства, то дженерик регистрируется с ценой, которая там процентов на 30-50 ниже, чем у оригинального препарата, который защищался. Почему? Там якобы были вложения на разработку. А у производителя дженерика же нет этих расходов. Значит, давай продавай свой препарат дешевле. На 30-50 процентов у нас сплошь и рядом начинают продавать воспроизведенные препараты, которые, грубо говоря, представляют собой штамповку таблеток, начинают продавать практически по такой же цене, что оригинальный препарат. Если же учесть, что еще и для торгов созданы условия, когда там на 15 процентов можно дороже покупать, отечественный препарат, а сейчас ставится вопрос о том, чтобы на 25-50 процентов была закупка у отечественных препаратов дороже, то получается, что все построено так, чтобы не минимизировать расходы и улучшить качество, а максимизировать расходы. Да, здесь мы говорим о неких таких имманентных проблемах вообще фармацевтического рынка, но в России они усугубляются коррупцией и, так сказать, с избыточной ролью регулятора. Я бы сказал, уродливая роль регулятора. Уродливая. Понятно. Давид, ну что вот вы на это скажете, на такую мощную инвективу против фармацевтических? Ну, я вот сейчас сижу, слушаю коллегу и понимаю, что у меня перпендикулярная точка зрения. Хорошо, что не противоположная. Перпендикулярная, да. Я считаю, что фарма от Росель должна быть прибыльной. Более того, должна быть сверхприбыльной. И стыдиться этого фармкомпании не должны и не делают, между прочим, потому что подавляющее большинство фармкомпаний, это публичные компании, отчитываются о своих прибылях и убытках на биржах и их там публично штрафуют, когда нарушают те или иные принципы этики и так далее. Почему должна быть прибыльная фарма? Ответ очень простой. Потому что полученная прибыль реинвестируется в создание новых молекул, новых технологий, новых производств. И если она не получит сегодня достаточно прибыли, она будет снижать, минимизировать свои расходы под этот R&D процесс, а он реально очень дорогой. Разные оценки существуют, но вот то, что мы видим по 2013 году, тоже это публичная информация, потому что отчетность фармкомпании аудируется крупными международными структурами. На создание одного препарата, одной инновационной молекулы, тратят до полутора миллиардов долларов США. Это большие деньги, которые нужно отбить. Давид, но все-таки это оценки заявлений индустрии. Это не отчетная информация, нигде отдельно R&D не показываются. Ну, мы видим отчеты компаний, которые валидируются большой четверкой. Смотрите, Давид, интересно сказали. Деньги, которые нужно отбить. Понятно, деньги ушли. Ну, то есть здесь уже затем включаются какие-то маркетинговые механизмы. То есть инвестор, бизнесмен понимает, что здесь уже как бы не интересы здоровья населения или, скажем, адекватности созданной молекулы за, так сказать, запросом с точки зрения здравоохранения. Тем, чтобы эту молекулу продать в количествах обеспечивающих прибыль. Маркетинг есть, и никто его не отменял. Иногда этот маркетинг перешагивает границу этичности и делает непозволительные вещи. Здесь должен быть очень жестко стоять на страже интересов государства и населения регулятор. Что в нашей стране, на мой взгляд, делается недостаточно. Вот реально мы говорим о том, что законодательство очень такое жесткое, там закручивают гайки. Нет, у нас очень либеральное сегодня законодательство в плане обращения лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке. Вы зайдите в Великобританию в какую-нибудь поликлинику или больницу от лица фармкомпании. Вы не зайдете, просто порог не переступите. Понимаете, а у нас до сих пор эти коммуникации разрешены. А у нас ведь представители заходят в аптеку. Вот вам подарочки. Сейчас уже нет подарочка. Сейчас уже запрещены все эти тоже... Наш препарат поближе к окошку поставьте. Тем не менее, бизнес имеет отношение с медицинским сообществом, и в России пока эта форма коммуникации, она существует. Ну да. Вы говорите, простите, немножко о разных веществах. Войти в больницу, войти в поликлинику, а вы говорите в аптеку. В аптеке совсем другое дело. Нет, и в аптеку, и туда, и в больнице. Как часто, так сказать, врач, я не знаю, выписывает рецепт на бланке, на блокнотике с каким-то, с названием вот этого препарата. Нет, это уже в прошлом. Еще важный вопрос. Вы говорите про цены, да, что вот там безумно дорого все и так далее. Мы сравниваем сегодня статистику. Наш центр занимается статистикой практически во всех странах мира. У нас есть либо свои партнеры, либо мы собираем из официальных органов статистику. Мы видим, что на те же самые препараты, которые продаются и в России, по тем же самым формам, дозировкам, у нас цены на порядок ниже, чем по многих странах. Но, с другой стороны, у нас цены выше, чем в Украине, в Беларуси, в Казахстане. На те же препараты. На те же препараты. То есть, конечно, бизнес закладывает стоимость препарата, помимо всех этих вот необходимых издержек, там, в плане логистики и так далее, еще и рисковую составляющую, да, еще и платежеспособность спроса конкретной страны, насколько эта страна готова заплатить. Не случайно во многих странах мира, и вот Василий Кричиня подтвердит, на государственном уровне принято такое официальное решение, что мы формируем некий порог готовности платить. Вот за это мы готовы заплатить, и это государство обеспечит из своих фондов, да, и это будет бесплатно, условно говоря, для потребителя, либо через страховые компании, да, это происходит. А вот за все остальное, что создано в замечательной фарминдустрии, что, там, может быть, более эффективно, но более дорогое, мы платить не будем. Вот за это, уважаемые пациенты, граждане, платите самостоятельно. Я позволю себе добавить на 30 секунд к тому, что Давид сказал сейчас. Я не являюсь аналитиком рынка, не анализирую цены, но у меня есть практика покупки препаратов в разных странах, где я бываю, потому что у меня существует недоверие к препаратам, находящимся на русском рынке, как у доктора, как у многих врачей, кстати. Так вот, препараты, которые я покупаю по рецепту за полную стоимость в аптеке в Ирландии или в Германии, они стоят мне дешевле, чем эти же препараты, фирменные препараты в Москве. Но что интересно, за эти деньги ни немецкий, ни ирландский пациент никогда эти деньги не покупает. Это страховые вернут. Более того, больница в Германии, она тоже не платит вот этих цен, которые стоят в аптеке. Они платят согласованные более низкие цены. Поэтому, когда говорят, что у нас по ориентировочным ценам вычисляется и устанавливается наша цена в России, то это в определенной степени обман народных масс. Таким образом, устанавливаются цены заведомо более высокие, чем несет расходы система здравоохранения в Великобритании или Германии. Дайте мне это понять. Значит, такое промежуточное резюме. У нас в среднем более высокие цены при более низком качестве лекарств, как я понимаю. Ну, я с этим соглашусь. Сейчас, секундочку, Давид, я попробую еще это доформулировать. И мы все, все население платим вот эту вот огромную премиальную составляющую, которая идет вот этому коррупционному сговору фарминдустрии и государства, и регуляторов. Вы сформулировали четко и резко, и я в целом согласен с этой формулировкой. Я категорически не согласен, с вашей точки зрения. Я тоже согласна. Да, сейчас секундочку додадим сказать Людмиле Григорьевне, и затем тогда вы. Да, я на самом деле с этим согласна. По одной простой причине, что часто приходят иностранцы к нам лечиться, например, те же египетяне, и они говорят четко, ну почему у вас препараты в два раза дороже, как минимум, чем у нас? Это в аптеках. Мы не говорим о медицине в целом, да? Мало того, препараты на самом деле стараются все купить за границей. Если более-менее состоятельные люди, которые выезжают за границу, они обязательно покупают там препараты, потому что доверие к производству фармоиндустрии в России очень низкое, потому что подделок очень много, особенно дорогих препаратов. Вы согласны за этим? Вот я, ну, не знаю, просто по себе скажу, знаете, ну, такой вот уже скажу, да, свой опыт как потребитель. Есть такой препарат, который, к сожалению, я очень часто использую под названием Вольторен, потому что я занимаюсь спортом, у меня очень много спортивных травм бывает, но вот я знаю, что это не со всей рекламы работает. И вот есть Вольторен, который я покупаю у нас, и есть тот, который мне, скажем, там, дают в клиниках или где-то в аптеке, я покупаю в Германии, в Швейцарии, еще где-то. Вообще разительное действие. Совершенно верно. Там он не бьет по желудку, там он действует в два раза быстрее. Здесь нужно съесть пачку, прежде чем будет какой-то эффект, и при этом ты пасаешь себе желудок. Вот. Плачу деньги я примерно одинаковый за тот же Вольторен в Москве и, вот, скажем, там, в Цюрихе. Ну, это уже хорошо, но, по крайней мере, качество вы знаете, и вы четко по себе чувствуете. Мы же здоровье как можем оценить? Ты принял таблетку и знаешь, как она у тебя работает. Стало тебе через полчаса, как написано в аннотации, лучше, и боль прошла? И ведь в основном, на самом деле, рынок очень высокий обезболивающих препаратов. Обезболивающих препаратов, и их сейчас великое множество, люди теряют и говорят, какие препараты лучше. Вот приходят, например, к доктору и говорят, и мы рекомендуем. Вот вы говорите, раньше было, на самом деле, мы там с разными фирмами приходили и говорили, вот эти препараты на желудок не действуют. Вы назначайте, пожалуйста, вот эти препараты. А вот эти очень плохо. Разные таблички, разные исследования приводили. И, естественно, так как мы не проводили сравнительных анализов, мы это слушаем, это доверяешь. Ты же, естественно, человеку доверяешь, когда ты понимаешь, что тебе нужно дать лучший препарат назначить пациенту, чтобы ему быстрее помогло это. Ты доверяешь этому. Это тоже доктора, которые занимаются в фармоиндустрии, и они точно так же позиционируют все препараты. Тоже не хочу рекламы никакой говорить, но были такие ситуации. И, естественно, ты назначаешь лучший препарат. Он на самом деле всегда дороже, потому что как новый препарат, мы уже говорили, и коллеги об этом говорили, новый препарат, они всегда дороже, составляют не только маркетингу, но и разработку. Ну да, потому что это то самое, отбить деньги. Естественно. И поэтому ты назначаешь лучший препарат, но он в конечном итоге, ты не знаешь, как он повлияет на данного человека. Но, слава Богу, на самом деле, в моей практике не было такого, что мы назначали им хорошие, дорогие препараты, и они хуже, чем, например, те же препараты предыдущего поколения. Такого нет. Ну, в действительности существует. Мы обещали Далиду дать. Я еще заняту. В действительности есть другое правило. Новые препараты не надо назначать, пока они не окажутся бесполезными. Сейчас радиослушатели услышат наш эфир и примут совершенно неадекватные, на мой взгляд, решения. Ну, куда они денутся? Люди откажутся от лекарств. Ну, вы знаете, не совсем корректно. На самом деле, вот ваш пример с замечательным Вольтереном, который производит иностранная компания, мультинациональная компания. Навартис, да. Если они услышат этот пример, они вам сразу же принесут определенные доказательства, что Вольтерен, который производится, вернее, продается на российской территории, Вольтерен, который вы принимаете в Германии, совершенно идентичны. Я вам скажу, почему. Потому что, если на какой-нибудь из территорий вот такая вот компания, типа Навартиса, Роша, Санофи, Астразенеки и так далее, хотя бы на одной из территорий эта компания, простите, но есть такое непарламентское слово, облажается, и препарат будет неразлежащего качества, не так будет действовать, как на другой территории, то пострадает компания на мировом уровне. У нас был маленький пример в прошлом году, правда, он связан был с коррупционной составляющей, когда одна компания, первая компания на международном российском рынке, призналась в том, что в 2003 году вывозила российского заместителя, там, какого-то министра, я не помню, чиновника, на определенные увесительные мероприятия. И эта компания вынуждена была на международном рынке заплатить колоссальные штрафы за это свое признание. То же самое касается и качества. Если качество ненадлежащее, то отзывается продукция этой компании со всего мира. Вот эти заявления о том, что это помогает, а не помогает, вы сами говорите, что мы не проводим исследования, мы доверяем. Так вот давайте проводить исследования и не доверять, а проверять. Все сейчас интуитивно, давайте обвинем сейчас всех и вся и скажем, что вот это не помогает. Нельзя так. У Соединенных Штатов запретили импорт продукции компании «Ранбакси». В нашей стране продолжается, как ни в чем не бывало, все продаваться. У «Ранбакси» сегодня на территории США сбывается около 40% их ассортимента. Тем не менее, они продолжают работать. Да, им запретили некоторые позиции сбывать, но компания работает на этом рынке, на американском рынке. Ну и ничего с ними не случилось, никаких катастроф. Другая компания у нас вообще упаковывала сильно действующее вещество в ампулы с другими надписями. И что с этой компанией случилось? Да ничего, она как продавала свою продукцию второсортную, так и продает. То есть никаких катастроф здесь не возникает. Ну что ж, вот мы сейчас здесь обозначили свои позиции. Напомню, что у нас в гостях Людмила Лапа, генеральный директор медцентра иммунокоррекции имени Хаданова и Давид Мелик-Гусейнов, директор института социальной экономики, доказательной медицины. Мы продолжим наш спор о лекарствах после перерыва. И снова добрый вечер. Программа археология, археология аптека, обсуждение аптеки. Сегодня у нас происходит обсуждение фармакологической индустрии, фармацевтического рынка, в какой степени те лекарства, которые мы покупаем и те цены, которые мы за них платим, соответствуют нашим реальным потребностям. Отвечает ли рынок к нашим запросам и чем фармацевтический рынок в России отличается от других стран мира. В гостях у нас Людмила Лапа, Давид Мелик-Гусейнов, Василий Власов. Друзья, вот я же хочу спросить, а вообще, чем продиктована цена на лекарства? Вот уже здесь говорил Давид, что, конечно, назначая свою ценовую политику, определяя свою ценовую политику в определенном регионе, в определенной стране, фирма руководствуется платежеспособным спросом, определяется некий порог готовности платить. То есть, грубо говоря, производитель, так сказать, ну, как говорят, пробивает, продавливает потребителя до той степени, ну, хорошо, вот у вас рак, что вы готовы, так сказать, ради курса химиотерапии заплатить? Ну, вот так вот, вы знаете, это, так сказать, уже совсем грубо скажу, что вот очень часто там, я не знаю, доводится, слышите, вот с такими, действительно, с предельными диагнозами, уже с летальными, вот, когда просто лечащие, там, врачи, онкологи, да, вот смотрят, смотрят, так сказать, пробивают, какая у человека квартира, какие у него родственники, да, назначать и не назначать курс химиотерапии, а вот смотрите, продал человек квартиру, а есть еще пара хороших родственников, есть еще пара хороших квартир, и вот таким образом, ну, здесь я говорю некий предельный такой, да, заостренный случай, когда пациента просто, так сказать, вот как вы знаете, гаишник, да, ГИБДД на дороге останавливает и начинает тебя продавливать, пробивать, вот какая твоя позиция, какой ты спрос, он тебя может... У вас есть конкретные примеры таких вот ситуаций? Доказательники? Ну, у меня сейчас урок я не дну, так сказать, действительно... Описано один экологически больной из Сочи, оказавшись писателем, очень детально описал, это доступно в интернете, очень детальный рассказ. В интернете много что написано, на самом деле, я скажу, что только... Я сейчас не проворачиваю, это речь как раз пойдет не о банкологах, но мне кажется, что очень часто вот формалогические компании точно так же продавливают, вот где тот порог терпения, да, когда люди готовы платить, и почему, скажем, тот курс химиотерапии, вот скажем, должен стоить такие деньги? Да, нас не должны волновать цены на лекарства, нас, вас, вот всех сидящих в этой студии. Мы не должны думать, сколько стоит лекарственный препарат. Россия осталась одна из... Одна страна цивилизованная, мы относимся к цивилизованной стране, где мы до сих пор платим за лекарства из собственного кошелька, оставляя деньги в аптеке, или в худшем случае в интернет-аптеке, когда нужно какое-то сильнодействующее лекарство для скоропомощной технологии, тем же самым больным рака. Не должны люди платить за лекарства, должны все эти финансовые вопросы решаться за их спинами, они не должны касаться денежной компоненты. Это страховые компании, это Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, это государственные всевозможные структуры. Вот там должны быть денежные отношения. А у человека должно быть право на то, что если он заболеет, не дай бог, он придет либо в аптеку и получит бесплатный лекарственный препарат, либо в больнице ему предложат полный спектр того, что тем сегодня богата фармацевтическая индустрия. Какие новые технологии она выпустила для преодоления той или иной проблемы. У нас, к сожалению, сегодня дикий рынок, хаос в том, что фармкомпании не знают на самом деле, кто заплатит за их лекарства. Государство ли, пациент ли, или там родственники пациента продают все свое имущество. Поэтому и маркетинговые стратегии фармкомпании, они дикие сегодня, потому что установить полноценную цену они не могут. Почему? Вот даже возьмем пример государственного рынка, где забываются лекарства фармкомпании для госсектора. Сегодня фармкомпания подписывает, ну не фармкомпания, а уполномоченная фармкомпания, дистрибуторская организация подписывает договор о поставке лекарственного препарата на полгода. Что такое полгода? Это вот, допустим, год начался сейчас, к аукциям прошел там ближе к февралю месяцу, значит, какие-то там бюрократические вещи, и в начале марта начинают поставлять препарат, а в апреле уже нужно готовиться к новому аукциону. И это вот процесс, он, во-первых, удорожает себестоимость этого лекарственного препарата, а во-вторых, он дробит, дробит саму закупку. И чем меньше мы знаем, это принцип экономики, он во всех рынках... Чем меньше партия, тем дороже. Тема дороже. Хотя бы там однолетние, двух, трехлетние сегодня можно взять контракты, потому что у нас бюджетное планирование трехлетнее, и государственные заказчики могут себе позволить заключить трехлетний контракт. И фармкомпания, самое интересное, мы общаемся со всеми сегодня фармкомпаниями, они готовы снижать цены. Причем дисконт, если будет гарантирован рынок сбыта на два года и более, составляет 40-45%. Понимаете? Ну, понятно. Здесь, я думаю, все трое наших гостей согласны с тем, что у нас абсолютно дикий рынок, и у нас коррумпированный регулятор в данном отношении, но меня здесь интересует даже не в российском, а в неком таком чистом случае. Вот выводит фармкомпания новое лекарство на рынок. Чем она, чем она, на что она ориентируется в своей ценовой политике? Потому что, скажем, когда выходит новый автомобиль на рынок, я понимаю, это очень жесткий рынок, очень жесткая конкуренция, они, так сказать, очень небольшую премию могут себе, так сказать, сделать против того, что они вложили, да, в разработку этого автомобиля. А что касается фармкомпаний, зависит ли это, так скажем, от степени необходимости этого лекарства? Никоим образом. У фармкомпаний есть только один принцип. Поставить как можно более высокую цену. Нет, вот я имею в виду необходимости в том, что люди, насколько они будут испытывать желание заплатить любую цену, понимаете, одно дело средство от насморка, а другое дело средство от самого жрака. Ваш личный опыт накладывает отпечаток. Да. Вы исходите из того, что вы платите из своего кармана. Да. А фармкомпании, условные компании, они хотят получить максимальную прибыль, и они используют разные каналы. Вот, например, применительно к некоторым лекарствам для редких болезней используется метод втравливания семьи больной, а потом юридическая помощь в борьбе с государством. И государство начинает платить, даже если нет национальной системы. Вот у нас, например, в стране есть больные редкими заболеваниями, лечение которых абсолютно бессмысленное, бесплодное, но лекарства для них есть, обозначено, что лекарства для этих болезней, стоят миллионы рублей в год. И просто потому, что фармкомпании организовали выдаивание бюджета, эти несколько сот человек съедают многие миллионы рублей. Это плохо, как вы считаете? Я считаю, что это отвратительная ситуация. Но мы не должны их лечить, получается? Я считаю, что мы должны лечить теми лекарствами, которые действуют. Применительно к ряду этих болезней лекарства продаются за огромные деньги. Это правильно сказать, впариваются путем искусственного маркетинга, впариваются лекарства, которые не приносят Если общество готово платить за вот этих вот пациентов, через фонды, через там государство и бюджеты, то мы обязаны это делать. Я думаю, что с таким же успехом можно говорить о готовности тела. Общество в данном случае манипулируемо, оно обмануто, оно находится в идиотском положении. Вы знаете, я вот здесь вот, не знаю, попростите меня, но я общаюсь с семьями, у которых дети больные, там, гемофилией, рассеянным склерозом, у которых действительно патовая ситуация, и государство им сегодня, к сожалению, не может оказать полноценной помощи. Почему? Потому что лекарства действительно стоят очень дорого, и эти лекарства производятся не в России. Там, за рубежом, разработку этих лекарств субсидируют, помогают финансировать государственные бюджеты, национальные бюджеты, то же самое, вот Америки, Франции и так далее. А эти компании приходят в Россию и начинают здесь осуществлять бизнес с чистого листа. И понятно, что у государства нет таких денег, чтобы взять и обеспечить всех этих больных необходимыми дорогостоящими препаратами. То, что их лечить надо, и то, что это наша социальная, извините уж, ответственность, это очевидно, потому что... Нет, это не очевидно. Ну, для меня это очевидно. Это не очевидно. Вы назвали примеры двух болезней, в отношении которых споры менее важны. Я не буду... Болезнь ГАШ, например, там, мукополисахаридоз. Я не буду слушать или напрягать такими терминами, но есть такие болезни, применительно которым оплачиваются очень большие деньги за практически бесполезные лекарства. И это факт, и, к сожалению, это происходит в то время, когда в наших больницах больные лечатся на 3-4 доллара в день. Вот эта ситуация, мне кажется, совершенно неприемлемая. Вот другая ситуация неприемлемая. Мы сегодня за государственный счет оплачиваем процедуру ЭКО. Три процедуры ЭКО у нас могут быть бесплатные, организованы для людей, которые не могут родить. Я согласен с этим. И в туберкулезном диспансере люди умирают, потому что нет каких-то дешевых препаратов. Но, если есть возможность закупить препарат и для орфанника, и для человека, который болеет турбикулезом, и для онкопациента, это нужно делать. Но мы сегодня находимся в ситуации, когда многие десятки миллионов тратятся на закупку бессмысленных препаратов для так называемых некоторых орфанников, в то время, когда на лечение туберкулеза денег нет. У нас есть бессмысленные, как вы говорите, препараты в массовом рынке. Вот там их гораздо больше. Сорок процентов лекарств, закупаемых сегодня для массового спроса, это бесполезные лекарства, пустышки. Иммуномодуляторы, пробиотики, всевозможные там гепатопротекторы. Мы за это платим безумные деньги из государственных бюджетов, из федерального, регионального эти препараты несут здесь. Вот это вот, хорошо. Да, Давид, вот эту вот тему вы подняли. И вот я как раз хочу спросить Людмилу Григорьевну, насколько, да, насколько по вашим оценкам велик рынок вот этих вот пустышек, ну, все мы сейчас, так сказать, говорим об этом, о Кагоцелле, о Целлококцинам, вот эти вот все. Насколько велик рынок вот этих пустышек? И кто, собственно, спонсирует, проводит их внедрение на рынок? Это как раз вот те компании, которые в какой-то момент смогли продавить, как вот тут очень хорошее такое слово придумали, продавить именно наш рынок. И вот эти препараты, с одной стороны, они гомеопатические, это все знают, якобы гомеопатические. Они могут помочь, могут не помочь. Но я была как раз в программе, вот совсем недавно по поводу Кагоцелла и всего остального. И я писала, когда мне спрашивали вопросы пациента, ну, это в интернете была такая программа, они задавали вопросы, можно ли этот препарат, пить там притом-то. И я всем писала, лечиться надо, можете пить дополнительный Кагоцелл, но лечиться надо совершенно другим. Вы понимаете, какая ситуация? Но я говорю, как вот это положено, честно. А многие назначают, на самом деле, ациллококцином, Кагоцелл, это препараты, которые действуют совершенно непонятно, оно не проверено в конечном итоге, хотя тоже красивые эти самые. Вот с этим я уже столкнулась и четко знаю, что вот эти препараты не работают. Арбидол. Да. Арбидол из той же самой серии, но, что удивительно, есть, на самом деле, плацебо есть, никуда не денешься, и процентов 20, это доказательная медицина, обращаюсь к коллеге, он это четко знает, именно 20 процентов люди выздоравливают сами. Такое есть. Почему? Большинство людей выздоравливают сами. Чай с малиновым вареньем, замечательный плацебоэффект. Да, но это не плацебоэффект, почему? Там аспириновый эффект есть, он доказан. Не надо, вот этого не надо. Хорошо, я не говорю о иммуномодуляторах. Амиксин? Нет, это препараты хорошие, на самом деле, амиксин, головит, есть масса иммуномодулятора, тот же полиоксидоний, его хоть часто ругают, но очень часто, и он на самом деле помогает. И, честно говоря, в отзывские рекомендации всегда говорят одну простую вещь. Я пациентам это объясняю, могу четко сказать вот сейчас во всеуслышании. Условия выздоровления любого пациента, первое, смена образа жизни, как я говорю, что такое здоровье? Это прежде всего, чтобы у человека была хорошая не просто социальная среда, а психологическая среда, где он находится. Второе, социологическая адаптация, а третье, только само, собственно, здоровье. И вот, конечно, если смотреть во всеуслышание вот эти все позиции, они у нас, что возьмем первое, что возьмем в социальную адаптацию, мы уже на это уже про деньги говорили, уже про все говорили, она, конечно, неадекватна. И поэтому люди остаются на один, на один, на один со своим здоровьем. И поэтому они идут и в аптеки, и покупают все, что им рекомендуют, и не подчас не слушают врачей. А многие сейчас вообще заняли позицию. Я вот часто общаюсь с пациентами. Они говорят, а зачем я буду? Я не пью таблетки. Вот я вам говорю, и такая большая категория людей стала, а я не пью таблетки. Я говорю, ну у вас давление 200 на 110. У вас давление 200 на 110. Вы планируете с этим давлением жить или как? Или вы... И второе еще, что я очень люблю повторять. Я говорю, не приходите, пожалуйста, к доктору за два дня до смерти, а придите, пожалуйста, за два года до болезни. Вот это тоже у меня такая позиция, она достаточно жесткая, я ее часто повторяю. И на самом деле, конечно, вот доктор, уже слово такое, оно стало нарицательным. Очень много ругает, что невнимательно относятся к пациентам. Но ведь, понимаете, система вот эта патагонная, когда 15 человек на пациента, это, конечно, недопустимо. За это время врач только успевает, написанный у него букет рецептов, и поставить крички. Я боюсь показаться невежливым, но должен сказать совершенно категорично, что доказательств эффективности иммунободуляторов не существует, что это практически все бездействующее лекарство. В лучшем случае, в худшем случае они приносят вред. Медицинская наука имеет достаточно средств для того, чтобы подавить иммунитет, например, тяжелыми физическими нагрузками. У спортсменов подавляется иммунитет прекрасно, гипоксией подавляется иммунитет прекрасно, кортикостероидами подавляется. Вот улучшить иммунитет, смодулировать его так, чтобы он защищал лучше человека, медицинская наука не умеет. Поэтому все эти иммуномодуляторы и представляют собой в лучшем случае бесполезные лекарства, и я бы сказал так, что это в значительной степени русский спорт. Наша страна, по-видимому, является уникальным таким гнездом, где используется очень много иммуномодуляторов. Я вот в этом смысле хотел обратить внимание, что мы, конечно, не единственная страна, где продаются препараты типа робидола. Но чем мы отличаемся? Тем, что у нас в рекламных компаниях президент может участвовать. В других странах президенты не участвуют в рекламных компаниях робидолов. Но во всех странах есть недействующие препараты. Беда заключается в том, о чем говорил Давид Валерьевич перед этим, что у нас, к сожалению, нет никакого регулирования, фильтра, для того, чтобы определить для врачей, какие препараты предпочтительно надо использовать. Вот, допустим, для немецких врачей есть рекомендательный список, который входит в пакет, который врачи должны назначать. И есть черный список, который они не должны назначать. В Австралии есть для национальной системы здравоохранения есть перечень препаратов, которые оценены и рекомендованы для использования. Это не все препараты, которые разрешены на рынке. Есть такая аббревиатура ругательная из трех букв, называется HTA, Health Technology Assessment, либо оценка медицинских технологий. Вот в нашей стране культуры HTA до сих пор нет. Почему нет? Потому что культура HTA базируется на независимой научной оценке. И не на прозрачной, не коррупционной процедуре лицензирования и регулирования этого рынка. К сожалению, у нас сегодня не только для закупок препараты выделяются непонятно каким образом, у нас даже препараты регистрируются, разрешаются для использования непонятно каким образом. Ну вот у нас, да, понимаете, как-то в том анекдоте, что не соберешь, все пулемет получается, а у нас какую тему не копнешь, все выходим на роль государства. Совершенно верно. Ну у нас же в Совете Федерации до недавнего времени сидел миллиардер, который владел фармацевтическим производством и одновременно занимался руководством здравоохранения в Совете Федерации. Это только в безумном сне можно представить такую ситуацию. Это кто? Это было такое. У спикера Совета Федерации, между прочим, фармацевтическое образование. Единственный чиновник такого уровня имеет фармообразование. Да, в общем, да, пулемет, как ни крути, все тот же пулемет, ведь сбоку. Мы продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о фармацевтической индустрии, об этических дилеммах, которые возникают в фарминдустрии, которые возникают у нас в аптеке. В гостях у нас Людмила Лапа, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции, Давид Мелик-Гусейнов, директор Института социальной экономики, эксперт фармацевтического рынка, и Василий Власов, президент общества «Доказательная медицина». И профессор высшей школы экономики. Профессор высшей школы экономики, что объявляю с особенным удовольствием, ибо коллега. Смотрите, я теперь что хочу по отдельным каким-то вот таким вещам, которые происходят с лекарствами. Вообще, в принципе, лекарства сейчас, они лечат болезни или симптомы? Потому что у меня такое ощущение, что в основном, так сказать, все это симптоматическое лечение. Нет, есть разные. Есть вот такие лекарства, которые лечат болезни, например, антибиотики. А есть симптоматические вот такие лекарства? Я бы сказал здесь немножко по-другому. Процетамол, да? Дело в том, что мы сегодня в нашей системе здравоохранения, к сожалению, мы лечим в большей степени болезнь. Вот, допустим, есть у человека инфаркт, произошел инфаркт, он попадает сегодня в стационар, его лечат от этого инфаркта. А у него может быть там куча еще сочетанных патологий, там диабет, какие-то там другие нарушения кровообращения. Мы сегодня, к сожалению, это в том числе и касается лекарственного рынка, мы увлеклись стандартизацией медицинской помощи. И настолько мы сузили наши терапевтические возможности, что какие бы не были бы замечательные препараты, произведенные в фармацевтической индустрии, мы, к сожалению, лечим болезнь, а не больного. К сожалению, у наших больных может быть там до десятка различных сочетанных патологий. Я сформулирую, у нас стандарт введения больного составлен и так, что если больной попадает с двумя болезнями, разрешается лечить только одну. Это проблема. Потому что госпитализирован по болезни там инфаркт. Ну да, и то же самое по бесплатным лекарствам. Там лекарства будут давать вот эти вот социальные лекарства по норме, по квоте только на одну какую-то болезнь, на вторую, на вторую уже не будет. Вот, к сожалению, в списке лекарств, которые предоставляются бесплатно людям, которым предоставляет социальная помощь, там тоже значительная доля лекарств, которые не действуют. Ну да, или, так сказать, они, по-моему, ну не знаю, опять-таки, Давид, вот вы говорите, что нет доказательств, но сами вот у меня, поскольку родственники близкие, сами, не знаю, врачи говорят, что вот вы знаете, мы вам прописываем бесплатное лекарство, но это же будет отечественный какой-то, отечественный аналог, отечественный препарат, который не будет иметь того действия, которое будет иметь западный. На самом деле такая ситуация есть на многих рынках, и на европейском рынке, и на американском рынке, что приоритет при, там, госзакупках для тех или иных программ отдается отечественной индустрии. Это нормально, чтобы отечественная индустрия развивалась и зарабатывала. Другой вопрос, что наша российская индустрия на сих пор находится в таком зачаточном состоянии, у нас после развала Советского Союза российская территория, территория бывшего РСФСР, она осталась беспреданницей. Мы унаследовали от Советского Союза исключительно полуразрушенные какие-то производства ненужных никому субстанций, потому что Индия и Китай вышли с более дешевым и качественным предложением. А как раньше было, да, в советское время, вот Советский Союз строил заводы по производству готовых лекарственных форм в Украине, в Беларуси, в Восточной Европе, а территория РСФСР была неким поставщиком субстанций для этих заводов. И в результате, после того, как вот эти границы образовались, мы остались ни с чем. И наша индустрия начала развиваться... Мы остались с голым сырьем. Ну, я бы сказал... У нас была крупнотоннажная химия, вот как говорили тогда. И в результате вот с 91-го года начала развиваться российская фармацевтическая индустрия. Уже прошло более 20 лет, и там каждые 5 лет наше государство говорит, а давайте переведем нашу российскую индустрию на международные стандарты качества. Стандарты GMP. Есть такая вот тоже еще одна аббревиатура из трех букв. Мы уже на протяжении 20 лет эти точки G ищем у фарма отрасли GMP. Это Good Manufacturing Practice, надлежащая практика производства. GDP, Good Distribution Practice, соответственно, практика для дистрибуторов. GPP, практика для аптек там и так далее. Эти вот точки G, они как-то каждый год от нас убегают все вперед-вперед. Мы никак не можем на них наступить и их внедрить, потому что это, а, очень дорого. И за эти стандарты, которые обеспечивают качество выпускаемой продукции, должен кто-то заплатить. А вот смотрите, секундочку, Давид. Вообще вот я пытаюсь понять, а кто является главным стейкхолдером индустрии? Ведь получается, что химия... Уже нет. Уже нет. Традиционно, да? Фарма индустрия на химии. А что химикам? Большая химия отвернулась. Давайте еще молекул насинтезируем, и, так сказать, эти молекулы будем продавать людям. Ведь, по-моему, главным стейкхолдером должно быть общество и медицина, которые от медицины должны приходить заказ. Так и есть. Большая химия отвернулась от фарма индустрии. Мы им не интересны, потому что спрос от фармы в сторону химии, он минимальный. Им гораздо проще работать с сельским хозяйством, там еще с чем-то. А почему это произошло? Потому что вот появились так называемые орфанные заболевания, когда спрос минимальный, когда спрос может быть там в сотке упаковок всего на отдельную страну. И поэтому фарма ушла в биологию. А прибыль в миллионы процентов, вероятно. Ну да, фарма ушла в биологию и начала производить более таргетные, более направленные решения для тех или иных проблем. Эти решения могут производиться вот в этой комнате, как у нас, допустим, студия. Этой комнаты хватит, чтобы произвести лекарств для больных гемофилией всего мира. Потому что количество субстанций, количество больных минимально. И поэтому вот небольшие территории, небольшие технологии и биологический синтез сначала, а сейчас уже биотех так называемый. Но все-таки основной стейкхолдер индустрии – производитель? Да, очевидно, да. То есть такого нету и нигде нету, что, скажем, это, так скажем, общество и, так скажем, идеальное государство по поручению общества или медицина? За рубежом производитель. У нас, к сожалению, ни производитель, ни медицина, ни врачебная, ни государство, а посредники. То есть те, которые определяют структуру сбыта на всей российской территории. И к этим посредникам я хочу отнести, в частности, фармацевтических дистрибьюторов. Ведь сегодня и фармпроизводители, и аптечные организации на поклон идут дистрибьюторам, чтобы с ними какие-то выстраивать отношения. Потому что если дистрибьютор не захочет поставить препарат, там, я не знаю, в Заполярный круг в Мурманск, этот препарат в Мурманске не появится. Поэтому мы сегодня зависим, как это ни парадоксально, от логистов. Вот чем лечить пациента в России сегодня решает зачастую даже не врач. Выгодно дистрибьютору иметь такой парацетамол в этой аптеке? Он его завезет, и пациент купит в этой аптеке этот парацетамол. Куда он денется-то? Да. Слушайте, вообще, вот я думаю, ведь это же такие вещи, ну, я не хочу здесь показаться таким ярым социалистом, но это такие вещи, где просто должен быть очень сильный государственный контроль. Ведь это, понимаете, как, я не знаю, чистая вода, чистый воздух. Это какие-то социальные нормы, но как может быть действительно зависеть того, в Мурманске появится чистый парацетамол или не чистый, от дистрибутора, от его каких-то отношений? Ну, Давид Валерьевич об этом уже говорил. У нас, к сожалению, создана такая юридическая структура, в которой, с одной стороны, такой умеренно злонамеренный регулятор, а с другой стороны контролирующий орган, допустим, вот в виде Росздравнадзора, он кастрированный. Ему разрешается проверять, но проверять условно говоря. То есть, вот, допустим, Росздравнадзор имеет хорошо оснащенные теперь лаборатории, которые могут проверять состав таблеток. Их всего 5 штук. Ну, но все равно есть лаборатории, да? У них уже есть. Но им не разрешено проводить внезапные проверки, им не разрешено на рынке проверять лекарства. Тут еще парадоксальная вещь. Простите, они объявляют за месяц в аптеку, что они придут с контролем. Ну, хоть придут с контролем, и слава богу. И, естественно, у них всегда прекрасные результаты, все лекарства очень хорошего качества. Практика контроля Росздравнадзора вообще не распространяется на государственный сектор. В аптеке хоть они ходят, хоть предупреждают. А вот то, что закупает сегодня государство, допустим, для больных онкологическими заболеваниями, там, диабетиков, это никак не проверяется сегодня государством. И именно поэтому в прошлом году в Ростовской области обнаружили банду, которая сбывала тот же самый замечательный герцептин для лечения женщин рака молочной железы. Уже не докажешь, куда делись эти женщины, что с ними произошло, потому что они употребляли фальшак, и этот фальшак проходил через государственный сектор. А в госсекторе контроля никакого нет в России в плане качества. Вот это катастрофа. Да. Вот это катастрофа. На самом деле это катастрофа. Кстати, вот у нас... А здоровый человек никто не думает. Давид Валерьевич так довольно страстно говорил о том, как должно быть устроено обеспечение населения лекарствами, да, вот что пришел по рецепту, получил бесплатно или заплатил какую-то небольшую сумму формальную, да. Вот у нас этого нет. Более того, у нас в стране утверждена официально стратегия обеспечения населения лекарственными средствами, в которой ничего не написано об обеспечении населения лекарственными средствами. Там написано про развитие фармацевтической индустрии, но этого нет. В результате мы остаемся одной из немногих стран среднего и высокого экономического дохода, да, в которых отсутствует лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении. Отсюда вся система здравоохранения оказывается изуродованной. Это же огромная совершенно структура нашего бюджета. Я просто вижу по своей семье год от года по мере того, как все мы стареем, и лекарства дорожают. Да, и в результате те люди, у кого меньше доход, они пытаются попасть в больницу, чтобы там лечиться бесплатными лекарствами. Из-за этого у нас огромное количество больниц. Все попытки сократить койки, они бессмысленны. Люди все равно туда полезут бесплатно лечиться. Пока эта проблема не решена, у нас система здравоохранения будет уродливой. Кстати, у нас люди просто не знают о своих правах. На самом деле и вам, и мне, и многим радиослушателям государство уже эти права написало, а мы ими не пользуемся. Вот, допустим, я 100% уверен, что подавляющее большинство радиослушателей не знает, что согласно 890-му постановлению все лекарства без исключения детям до 3 лет и многодетной семье детям до 6 лет государство обеспечивает бесплатно. Вот врачи, когда с ними начинаешь разговаривать, почему вы не описываете рецепты, ссылаются на то, что нет рецептурных бланков, либо вы и так можете позволить себе купить лекарства за свой счет. На самом деле права прописаны, просто мы эти права не знаем. А когда узнаем, понимаем, да не хочу я ругаться, но я же к этой поликлинике прикреплен, да мне некогда ходить там выбивать свои эти вот льготы и так далее. На самом деле у государства уже проработана правовая база, просто мы ее не используем. Примитно к некоторым группам населения. Ну да, я тоже вижу, как все это происходит, но в целом, конечно, это фантастика, насколько большую степень, большую долю в наших бюджетах занимает все больше и больше лекарства. Я думаю, лет через 10 это будет... Очень маленькую долю. Мы просчитали сегодня программу территориальной госгарантии, это вот документы, которые утверждаются на уровне региона, чем и как и сколько они платят за лечение. Так вот, доля лекарственной компоненты на сегодняшний день это 15%. По указу Путина будут повышены зарплаты врачам, это хорошо, что будут повышены, спасибо, что такой указ появился, да, но... Подождите, 15% это чего? Это лекарственная компонента в общем бюджете здравоохранения. А, это бюджет, я говорю сейчас в бюджете населения, в бюджете потребителя. Так вот, это можно поставить знак равно на самом деле, посмотрите, и если мы сейчас повысим зарплаты врачам, а общий бюджет не увеличим для здравоохранения... А он пока уменьшается. То лекарство у нас... Еще уменьшится. Еще уменьшится доля лекарств. И получается, что врачи уважаемые, они становятся филиппинскими хиллерами, которые должны лечить болезни заговорами и там махать руками. То есть наоборот нужно увеличивать долю лекарственной компоненты в государственном финансировании. В государственном финансировании, а в частном финансировании я вижу, как понимаете... А, вы не должны платить за лекарства в частном финансировании. Это знаете, да, да, все верно. Вот я какое-то время жил в Германии, да, вот я не знал, сколько стоит лекарства. Вернее, я покупал в аптеке, но какие-то деньги я платил, и мне их они там через месяц возвращались в страховой компании целиком. Меня вообще не волновало ни стоимость процедур, ни стоимость рентгена. Это я в Россию приехал как в страну дикого, чудовищного капитализма. Я знаю, сколько стоит МРТ, потому что я из своего кармана плачу, рентгены очень часто из своего кармана, и все-все лекарства без заключения я оплачиваю из своего кармана. Нигде в мире, я, так сказать, я жил в разных странах, нигде в мире я такого не видел. И вот вам результаты демонтажа нашего социального государства. Высшие школы экономики показывают, что те люди, которые не платят за МРТ, у кого нет денег заплатить за МРТ, в действительности большую долю своего бюджета тратят на лекарства и здравоохранение. Потому что у бедных людей их расходы на парацетамол и прочие необходимые лекарства от их бюджета съедают большую долю. Поэтому мы всегда должны думать о том, что наши вот эти разговоры про МРТ и дорогие лекарства, они в действительности это разговоры про красную икру со сливками. Ну да, для человека, который живет на 10 тысяч рублей, скажем, в месяц, если регионы брать, 7 тысяч рублей в месяц, 8 тысяч рублей в месяц. А вот я-то не знаю, у меня там близкий родственник после трех инфарктов на руках, я вижу, что, так сказать, лекарственное обеспечение в месяц стоит там 10-15 тысяч. Вот, ежемесячно. Тот же Плавикс. Вот эти люди, которым реально сегодня государство готово дать лекарства, эти люди, парадоксально, они отказываются от этих лекарств, пытаясь компенсировать стоимость лекарств добавкой к пенсии. То есть что получается парадоксально? Ему государство дает право, он от права отказывается, получает монетизированную часть льготы, там, 700 рублей ежемесячно добавки к пенсии. И этот же льготник, который получил добавку из федерального бюджета, прикрепляется к региональной льготе и начинает использовать лекарственные препараты, оплачиваемые из регионального бюджета. То есть государство заплатило дважды за этого человека. И этот же льготник ложится еще 2-3 раза в больницу в течение года, чтобы получить в рамках стационарной помощи амбулаторные лекарственные препараты, которые он мог спокойно принимать, не выходя из своей квартиры. Ему не нужно лежать в этой больнице. То есть сколько бы мы не увеличили финансирование в этих финансовых потоках, мы эффекта полноценного не получим. Ну, надо сказать, что все-таки осуждать бедных людей за то, что они так себя ведут, мы не можем. Просто это не совершенство перераспределительной схемы. Нет, у нас 10 лет назад были приняты порочные решения по финансированию лекарственного обеспечения для инвалидов и других граждан, имеющих право на получение социальной помощи. Они были просто уродские. Людям предложили индивидуальную социальную помощь, с которой они могли забрать деньгами. Этого решения не должно было быть. Тогда надо было принимать решение о создании национальной системы обеспечения людей лекарствами в амбулаторной технике. Из 17 миллионов людей, которые имеют право на бесплатные лекарства, этими лекарствами сегодня пользуются больше 2,5 миллионов человек. Чуть больше. Все остальные выбрали кэш и лечатся чем угодно. Алкоголем, продуктами питания, бытовой техникой, но не лекарствами. Нет, ну почему вы понимаете, что это на законодательном уровне, я могу вам объяснить. Это очень просто. Сейчас, вот смотрите, закон говорит, закон гласит как раз о здравоохранении, он говорит, что вы можете пользоваться этой льготой. А закон 122 говорит, что вы можете пользоваться этой льготой ровно год. И вы не можете пользоваться, вы инвалид бессрочный, а пользуетесь этой льготой только в течение года. И каждый год вы, пожалуйста, будьте добры идти куда-то за бумажкой. Нет, к счастью, с прошлого года это отменили. Никто не отменил пенсионный фонд. В этом году. Можно написать заявление и уже после этого не писать его. Нельзя. Нельзя. Я вам говорю, я вот сама недавно столкнулась с родственниками. Прихожу в пенсионный фонд, прихожу к уважаемой даме и говорю, ну зачем мне эта бумажка? Ну бессрочная. Инвалид первой группы. Оформите ему? Нет. 122 закон там точно написано. Я говорю, покажите. Подтверждать инвалидность. А вдруг нога выросла? Не подтверждать инвалидность. Не надо. Зачем? У вас все бессрочная инвалидность. У вас эта льгота реализована. Льготу подтверждать. Но льготу подтверждать, что вы не отказываетесь. То есть вы сразу становитесь преступником, что вы можете получить и деньги, кэш, и получить еще и лекарства. И вот тут нам рассказывают уже про региональные вещи. А я говорю, на федеральном уровне даже, как это происходит. Ну давайте еще у меня есть несколько вопросов относительно самих, самого действия лекарств и тому, как действуют фармацевтические компании на рынке, на вот этом большом рынке. Вопрос о побочных эффектах. Вот я, готовясь к этому эфиру, с таким, с удивлением для себя узнал, что это побочные эффекты четвертые по распространенности причины смертности в мире. После инфаркта, онкологии и инсульта. Это побочные эффекты лекарств. Это что, следствие такой, так сказать, стратегии фарминдустрии, когда вот все новые синтетические молекулы делаются, и наши организмы просто не могут их принять? Ну вот я не знаю, скажем, по антибиотикам говорят. Меня очень волнует вопрос антибиотиков. Я вижу, как каждый год растут, растут эти дозы. Если раньше там пенициллином, мне там говорил один врач, я не знаю, где-то сейчас, миллион раз, по-моему, увеличилась та доза по сравнению с изобретением пенициллина тогда, да? Вот. И вот сейчас, чтобы убить те же самые бактерии, нужно там в миллион более сильный раз антибиотик. Где же предел этому всему? Тут в действительности нет никакого чуда. Те лекарства, у которых нет выраженных побочных эффектов, вероятно, не действуют как лекарства. Лекарство по определению биологически активное вещество. Поэтому оно обязательно будет нести себе какие-то эффекты, которые человечество рассматривает как полезные, и какие-то эффекты, которые рассматривает как вредные. Даже возьмите элементарную инструкцию угля активированного. Чего может быть безопаснее, чем уголь активированный? И вы увидите, что этот безопасный препарат имеет целый спектр побочных явлений. И состояние, при которых его употреблять нельзя. Мы его употребляем бесконтрольно сегодня в России. Скажите, а вообще в мировой фарминдустрии тренд на синтетические или на природные лекарства? Он все время меняется. Он все время меняется в зависимости от того, что сегодня интересует, так скажем, общество, или применительно к индустрии, лучше говорить, о рынке. Я могу сказать. Когда-то при отсутствии тонкой химии это были природные вещества, потом стала молекуляризация и использование простых веществ, потом были сложные. Сейчас биологических. И нет такой возможности, нет такого направления, которое бы фарминдустрия не пыталась использовать для того, чтобы создать новые биологически активные вещества. В этом смысле, вот, Дарит Варевич, как специалист по формации больше меня знает. Мы проживаем каждые 10 лет определенные эволюционные этапы. Вот сейчас заканчивается еще одна эволюционная такая вот такая плата, когда все крупные фармкомпании интересовались биологическим синтезом. И мы сегодня переходим к генноинженерному синтезу, когда лекарства уже изготавливаются на основе генов, расшифровывается геном. И под каждого из нас там в ближайшее время, я просто уже вижу эти разработки, они находятся на первой, второй стадии клиноисследований. Под каждое заболевание уже будут персонифицированы лекарственные препараты. Даже если там, условно говоря, человек заболел гриппом, в любом случае ему будет назначен препарат, который будет соответствовать его геному паспорту. И под себя будет синтезировано индивидуальное лекарство. Пока это лабораторные разработки. Это не что фантазия, это лабораторные разработки, уже ведутся активно и финансируются между собой. А насчет побочных, знаете, что я скажу, что у нас с побочными есть один нюанс. Мы, к сожалению, вот о человечестве-то мы ничего не знаем. Мы в действительности о чистоте побочных эффектов и смертей от лекарств, мы знаем только по некоторым рынкам. Вот в частности, в Соединенных Штатах это хорошо изучалось. А в России мы практически ничего не знаем. Ну вот на таком, так сказать, не слишком оптимистичном заключении о человечестве мы еще ничего не знаем. Нам приходится уже заканчивать наш эфир. Ну, конечно, хотелось бы закончить таким, знаете, оптимистичным призывом не болейте, реже ходите в аптеку. Но, к сожалению, все мы понимаем, что это невозможно, что большинство людей, даже тех, кто идеологически отказывается от таблеток, все-таки ходят в аптеку. Так что хочется все-таки пожелать, чтобы у нас в стране как-то приближался наш рынок к более цивилизованным образцам. Потому что вот тот демонтаж стального государства, который происходит у нас на глазах, тот совершенно чудовищный, дикий, бесчеловечный рынок, который разворачивается во всех сферах жизни, он очень сильно захлестнул нашу фарминдустрию. Мне кажется, что три наших спикера сегодняшних с этим согласны. Это Людмила Лапа, Давид Мелик-Гусейнов, Василий Власов. Так что давайте как-то двигаться, попытаемся двигаться к более цивилизованному аптечному фармакологическому рынку. Это была программа «Археология». Я Сергей Медведев, доброй ночи и удачи.